Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Ивена Викторовна. Сегодня мы будем продолжать решать задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Выполним решение задачи. Прочитайте внимательно условия задачи. Послушайте. Решим задачу. В коробке лежали цветные и простые карандаши. Цветных карандашей было 10 штук, а простых в два раза меньше. Сколько всего карандашей было в коробке? Ваше предположение. Как можно решить эту задачу? Посмотрите внимательно на условия задачи. Скажите, какие слова здесь главные? Верно. В коробке лежали цветные и простые карандаши. Запишем кратко условия этой задачи. Запишем кратко условия задачи. Известно, что в коробке было 10 цветных карандашей, а простых в два раза меньше. Нужно узнать, сколько всего карандашей было в коробке. Скажите, решение этой задачи можно выполнить в одно действие или в несколько? Как называются задачи, для ответа на которые нужно выполнить несколько действий? Напишите мне об этом в комментариях. Ваше предположение. Как будем решать задачу? Попробуйте решить эту задачу самостоятельно, а потом проверим. Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, нам нужно выполнить два действия. Задачи, для ответа на которых нужно выполнить больше, чем одно действие, называются составными задачами. Задачи, которые решаются в одно действие, это простые задачи. Для того, чтобы узнать, сколько всего карандашей было в коробке, нам нужно знать количество цветных и простых карандашей. А по условию задачи количество простых карандашей нам неизвестно. Сказано, что их в два раза меньше, чем цветных карандашей. На предыдущем занятии мы узнали, что значит увеличить или уменьшить число в несколько раз. Нам сказано, что цветных карандашей было 10, а простых в два раза меньше. Значит, для того, чтобы ответить на вопрос, сколько простых карандашей, нам надо 10 разделить на 2. Проверим. Сначала узнаем, сколько простых карандашей было в коробке. Известно, что их было в два раза меньше, чем цветных. Разделим 10 на 2, получится 5 простых карандашей. 5 карандашей простых. А теперь нам нужно узнать, сколько всего цветных и простых карандашей вместе. Проверим, как вы решили эту задачу. Теперь выясним, сколько всего карандашей было в коробке. Для этого сложим количество цветных и простых карандашей. К 10 прибавим 5, получится 15 карандашей. Запишем ответ. В коробке было 15 карандашей. Задача решена. Кто решил эту задачу также, поставьте восклицательный знак «Вы молодцы». Выполним следующее задание. Нужно решить задачу про грибы. Прочитайте внимательно условия задачи. Послушайте. Решим эту задачу вместе. Какие главные слова в этой задаче? Полина и Настя. Записываем. Полина нашла 18 грибов, а Настя неизвестно, но сказано, что в два раза меньше, меньше, чем Полина. Стрелочкой указываем. И нам нужно узнать, сколько грибов нашла Настя. Скажите, задача решается в одно действие или в несколько? Правильно, задача решается в одно действие. Такие задачи называются простыми. Для того, чтобы узнать, сколько грибов нашла Настя, а по условию задачи нам сказано, что Настя нашла в два раза меньше, нам нужно 18 разделить на 2. 18 разделим на 2, получится 9. 9 грибов нашла Настя. Выполним решение следующей задачи самостоятельно. Прочитайте задачу. Послушайте. Полина нашла 18 грибов, а Настя в 6 раз меньше. Сколько грибов нашла Настя? Запишите краткую запись, решение и ответ. Решим следующую задачу. Прочитайте задачу. Послушайте. Полина нашла 9 грибов, а Настя в 3 раза меньше. Сколько грибов нашла Настя? Выполните решение этой задачи самостоятельно. Продолжение следует... Выполните следующее задание самостоятельно. Выполните решение этого задания самостоятельно. Начертите таблицу, в которой две строчки и четыре столбика и заполните пропуски подходящими числами. Проверим. Три умножить на два получится шесть. Число, которое больше в два раза, чем три, это шесть. Данное число четыре. Нам нужно увеличить его в два раза. Четыре умножить на два получится восемь. Данное число десять. Нужно увеличить его в два раза. Десять умножить на два получится двадцать. Если вы выполнили это задание также, то вы молодцы. Поставьте восклицательный знак. Выполним следующее задание. Нам нужно записать числа в два столбика, а затем каждое число соединить линией с числом, которое в два раза меньше его. Выполните это задание, а потом проверим. Проверим. Четырнадцать. Число, которое меньше четырнадцати в два раза, это семь. Четырнадцать разделить на два получится семь. Двадцать. Восемнадцать. Число, которое в два раза меньше, это девять. Десять. Число, которое в два раза меньше, это пять. Для того, чтобы узнать, какое число в два раза меньше, нужно данное число разделить на 2. Отвечаем. Молодец! Всё правильно! Теперь выполни следующее задание. Выполняем следующее задание. Нам нужно решить задачу, и потом мы выберем верный ответ. Выполните задачу самостоятельно. Проверим решение задачи. В зоомагазине в маленькой клетке сидели 5 попугайчиков, а в большой в 3 раза больше. Сколько попугайчиков ждали своих хозяев в большой клетке в зоомагазине? Задача простая. Для ответа на её вопрос нужно выполнить одно действие. Краткая запись. Маленькая клетка, большая клетка. В маленькой клетке 5 попугайчиков, в большой неизвестно, в 3 раза больше. Чтобы узнать, сколько в большой клетке, нам нужно 5 умножить на 3. 15 попугайчиков ждали своих хозяев в большой клетке зоомагазина. Проверяем. Молодец! Всё правильно! Теперь выполни следующее задание. Выполняем следующее задание. Выбери все пары чисел, в которых первое число больше второго в 2 раза. Посмотрите внимательно на все пары чисел. И выпишите только те пары, в которых первое число больше второго в 2 раза. Проверим. Проверим. 12 и 4 нам не подходит, потому что 12 больше 4 в 3 раза. Проверяем. Выполни пропуски в предложениях, выбрав из списков подходящие по смыслу слова. Выполним это задание устно. Читаем первое выражение. Число 6 в 3 раза больше или меньше, чем число 18? Число 12 в 3 раза больше или меньше, чем число 4? Число 40 в 2 раза или в 4 раза больше, чем число 10? Число 40 в 4 раза больше, чем 10? Отвечаем. Молодец. Все правильно. Все задания выполнены. Посмотрим результат. Молодец. Все правильно. Ты отлично справился с заданиями. Молодцы. С вами вместо репетитора была Ирина Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь этими роликами в социальных сетях и группах. Всего вам самого доброго. До новых встреч.